Всем привет! Рассмотрим решение проблемы в Wartham 2018 года, которое встречается при использовании функции скругления векторов. Есть у нас вектор и нужно нам скруглить края. Задавим 4 мм. И выскакивает такая ошибка, в которой написано «Отрезки с каждой стороны должны оба быть линиями либо дугами». Ну, как бы ошибка сама за себя говорит, но все же. Проблема заключается в том, что вот у нас линия, а вот у нас дуга. Вектор у нас полностью объединен. И из-за этого у нас выходит ошибка. И рассмотрим условия, при которых встречается данная ошибка. Создадим вектор. Объединяем созданные вектора. Как вы видели, мы пользовались функцией окружность, а также функцией создания прямоугольника. Значит, функция прямоугольника, можно сказать, она также равняется созданием линии. Вот мы создали, замкнули наши вектора и пробуем скруглить. И вот ничего у нас не получается. Выскакивает такая ошибка. Можно создать примерно такую же фигуру, например, используя дугу. Да, у нас проблема как бы возникает из-за того, что у нас два линия вместе, и из-за этого выскакивает такая ошибка. Пробуем создать две, одну, вторую, и также создадим сейчас две линии. Да, так, на скорую руку. Почти похоже, но не совсем ничего не похоже. Ладно, значит, они у нас отдельно, нужно их объединить. Объединяем. Вот получился один замкнутый вектор. Значит, и пробуем. У нас тут вектор маленький, мы, не знаю, два миллиметра выберем и попробуем. И у нас все скругляется, все нормально. То есть, как бы, арткам сам себе противоречит. Вот непонятно как-то, да? С одной стороны, он говорит, что линии, типа, линия и дуги, типа, несовместимы. А с другой стороны, вот мы создали отдельно дуги, отдельно линии, то есть все совместимо. Но, как оказывается, что несовместимость только с окружностями. Вот как в данном моменте мы пытаемся, ничего не получается. Но есть решение. Решение элементарное. Векторы в дуги. Если у вас на панели нет этой функции, вы ее находите вектор и аппроксимация векторов в дуги. По значениям я, в принципе, думаю, что оно не особо важно. Я делал как и маленькие, так и большие значения. В принципе, ни на что это не влияет. Делаем аппроксимировать дугами. И теперь выбираем скругление. Выберем 10 мм. Вот и все нормально скругляется. Также самое главное, что при использовании этой функции вы как бы не редактируете сам вектор. То есть он как был в таких же самых размерах, в таких же размерах он и остается. Ну, что мне очень непонятно, почему при этом случае как бы все нормально. То есть никакой ошибки не вылазит. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Смотрите другие видео. Там есть еще много чего интересного. До новых встреч. До новых встреч.